Доброе утро, дорогие друзья! Короткий перерыв между праздником и праздником и шаббатом, как замечательно все это происходит, дает нам возможность немножко освободить разум и чуть-чуть взглянуть на все происходящее в мире таким, знаете, более осмысленным взглядом. Мы все время стараемся понять все, понять мир, понять себя, понять природу, понять Бога. Но понимание достигается через подобие свойств постигающего и постигаемого. Переведу на русский язык. Основное свойство сотворенного, вот нас с вами, это стремление получать. А свойство Всевышнего это давать. И вот, понимаете, получается таким образом, тот, кто привыкает на земле только брать, поглощать, насыщаться, вообще не в состоянии приблизиться к Творцу, он его не поймет, Всевышний ему не откроется. И он будет стремиться, несчастный, все время к новым, к новым приобретениям, в конечном итоге, не испытывая ни удовлетворения, ни счастья. Открою большой секрет. Существует некая формула везения, в основе которой четыре компонента. Первое. Человек должен быть внимательным ко всему, что происходит вокруг, и уметь пользоваться вот этими случайностями, как называется. Он не должен ничего пропускать мимо, он должен смотреть, что все, что происходит в мире, для тебя. Что-то ты услышал, для тебя. Мы просто не понимаем, как это может быть. А вот так. Второе. Это развитая интуиция. То есть, человек должен, опять же, усиливать первый пункт. Третий. Это надо быть сосредоточенным на мыслях о положительном. Надо всегда видеть во всем положительные моменты. И четвертое. Это умение радоваться жизни. Что всегда меняет жизнь к лучшему. Вот эти удачливые люди не пропускают счастливых случайностей. Невезучие их просто не замечают. Многие из вот везучих таких вот, то, что называется, людей, стараются разнообразить свою жизнь, приобретая новые и новые впечатления. Стремятся, если хотите, ну, поехать куда-то, где раньше не были. Знакомятся с новыми людьми, расширяют круг интересов. Как работает эта техника? Представьте себе, за вашим домом большой яблоневый сад. Каждый день вы собираете по корзине яблок. Вначале это не проблема. Раз, два, три на каждом деле. Постепенно находить яблоки будет труднее и труднее. Потому что часть урожая уже ушло. Но если вы перестанете кружить вокруг своего дома, и отойдете дальше в отдаленные уголки сада, где еще не заглядывали, шансы насобирать нужное количество яблок увеличиваются. Так же и с удачей. Если вы вносите в жизнь разнообразие, ваши шансы на везение увеличиваются. Очень важная составляющая формулы удачи правильное отношение вообще к различным ситуациям. К невзгодам, к трудностям, ко всему. Психологам известна такая особенность человеческой психики. Когда индивидуум, человек, вместо того, чтобы концентрироваться на том, что произошло, какое-то событие, воображает, как могли развиваться события в худшую сторону, вот это и есть несчастье. Человек не должен проецировать себе всякие эти неприятности. А счастливчики условные обычно используют это свойство психики, чтобы смягчить удар, даже в самых неприятных ситуациях. Видеть, что здесь могло быть, ну, если хотите, хуже. Значит, все в порядке, со мной везение. Неудачники погружаются в это же время в ощущение полного провала. Поэтому во всем надо искать положительные стороны, во всем видеть хорошее. Счастье, везение, удачливость, это все ощущения, доступные человеку. Надо только захотеть их, приложить усилия, чтобы изменить свою жизнь. Вот это все в наших руках. В нашей связи с Творцом, в нашем понимании, как вот существует этот мир. Небесные весы, они отличаются от земных. В глазах Бога мерой праведности вообще, там, человека является то, насколько правильно он сверяет, находит свой путь во Вселенной и сверяет его каждый день. Правильно ли я иду, не отвлекся, не ушел ли куда-то в сторону. Надо служить Богу, максимально используя свои способности, которые есть у тебя. Ты должен достигать совершенства в своем служении, а не вообще, как вот смотреть на других. У тебя есть, ты пришел в этот мир особый, у тебя особые обстоятельства, особая жизнь, особая психика, да? Смотри на себя, улыбайся, радуйся и учись. Брахавы от слаха всего самого лучшего.